Приветствую вас, друзья, представляю вам, моего ближайшего друга и соратника по борьбе за человечность, нашего дорогого Сулеймана Шебзухова. Это мой руководитель, ну, можно сказать, художественный руководитель, или какой начальник, как хочешь можешь сказать, потому что ты сегодня принёс мне вручить что-то, да? Да. Что ты хочешь мне вручить? Здравствуйте. Вот я приехал к Хасаю Алиеву, приехал к нашему старшему брату. Я давно его уже назначил руководителем проекта. Назначил, есть, срывал, есть. Медицина, право и психология. Я там вот отдел веду Сулеймана. Очень занят был, поэтому... По медицине и психологии называется канал телевизионный у тебя ТВ-право, ТВ-право. Вот теперь у меня все права есть, и я поэтому с удовольствием вам представляю ещё раз. Я вот хочу вручить ему удостоверение пресса. Да, теперь всё, теперь всё. Вот здесь написано в удостоверении номер 28, руководитель проекта, медицина и право, специальный корреспондент. О, я теперь всё, я теперь специальный корреспондент. Я вручаю вам ещё пресс-карту. Ух ты. Это когда я буду, допустим, кто-то ко мне в гости придёт, а я ему скажу, видишь? Вот так будешь ходить. Да, отлично. Это пропуск на машину, номер тоже 28, по номеру удостоверения, всё как положено. Всё, всё, всё. Это свидетельство средств массовой информации нашего телевидения. Вот это свидетельство, которое я вам говорю. Ну, теперь я отдам жар вот тем, кто ещё не участвует у нас в программе медицинной программы. Хасая специальным корреспондентом и руководителем проекта, медицина и право. Да, и психология. Ну, туда входят. В общем, вся психология, вся медицина, теперь я там буду освещать какие-то вот моменты важные. В честь того, что ты вот занимаешься благим делом, хорошим делом, 70-летие у тебя прошло, я вручаю почётную грамоту. Награждается сын аварского народа, кандидат медицинских наук, автор метода ключ, врач, психолог, философ, писатель, художник Хасай Магомедович Алиев. За выдающиеся заслуги в области медицины, психологии, саморегуляции организма человека будущего и связи с 70-летним юбилеем. Спасибо тебе, Сулейман. Вот это, вот эта грамота почётная, вот наши звёзды, это черкесские звёзды, 12 звёзды, 3 стрелы. 3 стрелы, это означает равенство, дружба и братство нашего народа. Это Сулейман у нас представитель великого адыгского, да? Да, черкесского народа. Черкесского, адыги, это же вообще, ты скажи, что там лежит в основе национальной культуры, вот адыг. Адыгахабза. Ну вот в двух словах скажи. Записанный закон адыгов, адат. Адат. Как адат, да. Ну вот, посмотри. Вот это 12 имён, 12 звёзд. Дети должны папу, маму уважать, любить. Да, я вас поздравляю. Спасибо, спасибо, Сулейман. Дети должны родителей уважать. Ну, дерево должен посадить ты, сына вырастить. Это много обычаев, традиции, дорогу старшим не переходить. Раньше старшего руку не подавать. Это очень много, поэтому это по лати лордов в Англии. Вот это применяется для того, чтобы обучать в Англии даже. А так, на самом деле, есть книга такая, адыгахабза, она в основном выходит на черкесском языке. Я сейчас хочу видео уроки тоже сделать адыгахабза. Потому что единственный народ, который сейчас в мире имеет свой закон, свой хабза. Что ты делаешь? Да, нет другого. Ни аварского хабза нету, ни русского хабза нету. Закон. Неписанный закон, который передавался из поколения в поколение. О, как интересно, да? Ну, например, отолойчество. Это, что ты своего сына отдаешь в чужую семью с пяти лет и до восемнадцати воспитывают это. Женщины... Это что так обязаны сделать, да? Ну, раньше это передавали другую семью, чтобы воспитывала другая семья из одной семьи в другую. А если я не хочу отдавать своего ребенка? Нет, ты можешь не отдавать, можешь отдавать. Но в той семье, в которой он обычаем, традициям хорошо обученный, он берет отолычество, вторым отцом становится. А, ну, понятно, понятно. Но тут, как у христиан, крестный отец, да? Да, еще есть, даже если кровник нуждается в твоем крови, ты должен пустить в дом, а не убивать его. Ты не имеешь права даже кровника убивать. Что-то интересно как. Да. Поэтому обычаи, традиции, они считаются вот так. Но, уважаемые, если женщина, например, ты на лошади, если женщина подошла, ты с лошади слезаешь, провожаешь, пропускаешь ее, потом на лошадь садишься. Ну, это очень большая книга и очень много обычаи. У нас в Дагестане такое обычай было. Мне это мама говорила, и папа говорила, да? Ну, мама мне говорила. Если мужики дерутся, а если женщина подойдет, платок бросит, они должны мгновенно остановиться. Да, это тоже наш обычай. Вот был случай из одного из наших племен, родов. Они друг друга поубивали, и остались только двое мужчин. Да. Ну, вот она бросила платок, и между ними... И они остановились. Ну, при женщине нельзя ругаться, нельзя драться, если ты даже на улицу выходишь. А женщина не должна материться или ругаться, повышать волосы. Вот я, например, не разговаривал со своей женой при отце. Ни разу. Неудобно было, да? Нет, это обычая и традиция. Если мне она зашла, ей что-нибудь нужно, она глазами покажет, я выйду, поговорю. Но при отце я не разговариваю. А я вот при маме и папе, ну, я не курил тогда еще школьником, но все равно. Вот я знаю, что при маме и папе курить, ну, просто этически неприлично. Это как можно при родителях курить? Ну, так у нас тоже было, да. Да. Интересно. Ну, все позаимствованы, как бы, в этом позаимствованы. Вот Адыга Хабза, например, Черкесска. Когда спорят, говорят, мне говорят, ты истинный адыг, ты Адыга Хабза знаешь, ты вот знаешь нашу национальную форму. Ну, вот карачаевцы одели нашу национальную форму, грузины одели национальную форму. Это атрибут, должно быть и сабля, должен быть и кинжал, должен быть и ружье, должны быть газы, определенного количества, например, 7 штук. Да, на пояс, да. Это пули. Это вот ремень, пояс, например, он должен выгравить твои танги, там родовое древо. Вот у меня герб свой есть, древо свое родовое. У тебя свой герб есть. Да, есть мой герб. И я ему говорю, пусть носят, но она называется, говорю, не грузинка, не карачаевка, она называется черкеска. Черкеска. И женщины определенные тоже, и пояс, и вышивка, все, все разное, что чеченцы носят, что ингуши носят. Я говорю, есть фирма Адидас, есть китайская подделка, есть другая турецкая подделка. Я понял, куда ты говоришь. То, что носить нужно при, вот, при оружии, при черкесах, никто до конца не носит. Они забыли уже про это все, забывают. Как, например, переодеваться башлык, какую черкеску носить во время траура, какую черкеску носит, например, во время, когда человек должен умирать, он красную черкесскую ему сшили. Смертник. Да. Как японские вот эти, япузы. Вот эти, и смертники были. Когда нужно было идти в бой, побеждать это, они сшили черкесику. Красная черкеска, вот, во время русско-кавказской войны, они страшались все, кто наступал. Потому что черкеска, какую носить зеленую черкеску. Слушай, ну я теперь обретаю большой статус, потому что меня сам носитель такой великой культуры наградил вот этим. Это, это, это большое значение имеет знать свою историю, знать свою культуру и гордиться ей. А вот скажи, пожалуйста, взаимоотношения с другими национальностями, с другими культурами. Тот, кто понимает историю, да? Да. Что-то, кто понимает, кто знает истинно черкесский, Кавказ истинно знает, он никогда другого человека не обидит, понимаете? И вот вопрос такой, он, вот, например, ингуши, которые, и чеченцы, вайнахи, они говорят, мы черкесским князям платили дань в свое время. И вот отношение к русским, когда русско-кавказская война, когда 90% нашего населения выгнали в Турцию на чужбину, когда выгоняли все это русские, как? Война началась вообще, оккупация Черкесии началась 17 мая 1719 года. Это я нашел историю Абширонского полка на славянской письменности, что там написано. 17 мая 1719 года русские войска перешли Кубань и ступили на землю Черкесии. И вот такой случай я расскажу. Новочеркасск, Новая Черкесия. А, смотри, как интересно. Вот где Новочеркасск, Кубань, которая у нас в горах начинается, на Ильбрусе, да, в которой протекает все это, она впадает где Новочеркасск. На Дон и на Азовское море она впадает. И вот для этого исчисления, с того, 100 с лишним лет воевали, 101-102 года, кто говорит, русско-кавказская война. Ну, Шамиль наш там был, дагестанец. Ну, Шамиль позже был, понимаешь? А начали кто? А начали с Черкесии. Они взяли, оккупировали Азов. Азов это Ульский залив, Анапа, лицо матери. Вот если назвали... Она, она, она на Тюркском, это мать. Она, она, мать. Мать на Тюркском, да. И вот не надо ни казакам, историю не надо доказывать никому, да. Вот оккупировали, не оккупировали, казакам особенно, я говорю, не надо доказывать. Вот ты подойдешь в Ростов. Да. Освоен в 1728 году. А в 1719 году Новочеркасск, когда Новая Черкесия была. Дальше идет во все станицы Зайди. 1800-е годы, тысячи это. А оккупация началась. Как началась оккупация? Когда Петр Первый на Каспийское море сначала зашел. Город Махачкала был Порт Петровск. Он создал его. Да, да. И когда он это освоил, Каспий, ему выход на Черное море. А, понятно. И он вышел на Черное море. Но самая коварная была Екатерина Вторая. Да. Они стольками договорились с турецким султаном, что мы мусульмане, хотя у нас наравне идет Адыга Хабза, свои обычаи и традиции, наравне с мусульманством. Когда говорят, вот пришли христиане, пришли язычники, ну язычники у нас были, Адыга, Солнце считалось символом. И как язычные, и летопись тоже есть, считалось, а потом пришли христиане, сказали, это веру вы будете принимать. Он говорит, это не наше, к нам не подходит. Потом мусульмане пришли, и они сказали, это ближе к нам, поэтому мы будем принимать. Екатерина своими этими договорилась с султаном и вывозили сначала добровольно, на кораблях добровольно, Турция это рай, это земля мусульман, и вывозили, миссионеры специально были. А когда вывозили, когда Стамбул или Трабзон, или Ксенопу подвезли, корабли на кораблях, вот у этого, у Вахтанга Микеладзофиль вместе с Аскорбием, Нагаплевым, Черкесия и Чужбина, вот они воссоздали, как вывозили на кораблях. Женщины и дети и старики в одном этом были, корабле, а джигиты вооруженные в другом корабле. И они, когда вывозили, пушками стреляли, джигитов, корабли топили, старики умирали там в пещерах, в этих женщин в гареме отдавали, детей делали иначарами, войнами. Вот. И в один прекрасный момент, они перепутали корабли, в Стамбул зашли войны. Когда они увидели рабский рынок, что они делаются. Они одни через Грузию, пол гарнизона, это вырезали турецких солдат, они вырезали. И кто через море, то через это вернулись домой. И тогда началась война. Вот я хочу понять, вот ты как думаешь, ты так живешь этим, этой культурой, и одновременно живешь общечерейской культурой, это мы с тобой близкие друзья, вот мне хочется понять, почему эти войны всегда происходили? Зачем это Катерине надо было? Зачем Петру надо было? Только чтобы пройти к Черному морю, надо было вырезать всех, что ли? Вырезать не то, что вырезать. Это непокорные народы были. Наши 90% вывезли и уничтожили. У нас сейчас 8 миллионов в Турции проживает чистых черкесов. То есть это все войны происходят из тех соображений, чтобы овладеть территориями, ресурсами? Или для чего они? По твоему мнению, вот скажи мне. Территориями, ресурсами у нас из-за земли, да. Черное море, наши горы прекрасные, климат хороший. Например, в Кисловодске 265 дней солнечных, пора приятных дней. А Кисловодске это наш, это Нортсана. Петегорск наш, понимаешь? Интересно, я его первый раз слышал. Ну я чуть-чуть тебе расскажу, почему Эльбрус двуглавый, легенда такая есть. Почему Бештау пять гор появилась. Когда-то Эльбрус седой влюбился в девушку сына. Сын ухаживал за девушкой, не женился, влюбился и он украл эту девушку, понимаешь? Да. Украл и женился на ней. И когда они бежали, сбежали, Эльбрус начал догонять их. И вот получилось так, что там с псами есть гора Пес, есть Бермамет, есть звезда, есть верблюд. Вот там горы есть, все, все эти под названием. И сын ударил отца мечом и голову раздробил ему на две части. В ответ Эльбрус ударил его и на пять вор, петегорский, на мелкие куски вообще разбросал. Там несколько, это легенда. Это что любовь делает, да? Да, и что такое провал, знаешь? И он убил свою жену. Жену, которую убил, это нож, это провал, который петегорский. Не надо, это связано. Когда я говорю это, они говорят, вот Бештам, карачаевское название, вот Догайское название. Я говорю, слушай, когда Эльбрус был, когда вот эта легенда была, никого, ни карачаевцев, ни черкесов, ни аварцев, ни никого не было, ни русских. Была легенда. Понятно. Ну, у нас, знаешь, в Дагестане коренные национальности. Их много. Коренных, которые не откуда-то пришли, а которые там произошли. Их много, не говоря уже о языках. Очень много коренных национальностей. Это же целая история, там, Хазарский Каганат, там, или еще что-то такое. Ну, я знаю, Кавказ, Кавказ очень хорошо, поэтому уважаю все народы, все. Я тебе хочу сказать, я когда был в Италии, там, у Патрилиджио, он меня возил в Ватикан, там, знакомил с замом Папа Римского, там, туда-сюда. Прошло много-много лет, много-много лет прошло, и у меня сидел итальянец, я тогда в центре на Таганке работал, итальянец сидит, слушай, я говорю, у меня же есть товарищ, друг, который нас приглашал, я был там в Милане, в Читоне, на Фармике, там, на острове, он падрелигио, он, сейчас скажу, почему я об этом говорю, падрелигио, он создал общины лечения наркоманов, общины методом, там, мальчики и девочки, лет 20, 25, 30, они у него героиновые, тяжелые, со всеми следами этих уколов, они у него по 2-3 года в этих общинах живут, работают они, там, рестораны, там, обслуживают, там, море, там, чистят, там, все время в работе находятся, для него одновременно это было как рабочая сила, с другой стороны, они, им был выбор, либо тюрьма, либо к падрелигио, чтобы выздороветь, его, его знали во всей Италии, падрелигио, полицейского где-то спросишь, падрелигио, он говорит, сразу, вот, адрес там, все знают. И вот, когда прошло много лет, после этой поездки в Италию, у нас группа была в Италии, там, Велихов тогда, Академия наук президент был, с ним договорился, что группу пришлют, психолог главный МВД СССР, потом, значит, Бородкин, значит, Ленинградский главный нарколог, ну, там несколько человек, Эдик Амурханов, короче говоря, несколько человек было в нашей группе, и мы каждый день там общались с этими наркоманами, мы удивились, насколько они не употребляют, у них даже был центр свой, телефон доверия, а не кто из города, там, звонит, там, хочет бросить наркотик или что, они прямо телефон доверия, у них бывшие наркоманы. Ну, ясно. Так вот, прошло много лет, и вот у меня сидит итальянец, значит, в центре, там, на Таганде, я ему говорю, ты же итальянец, он говорит, я говорю, я однажды был там в Италии, я помогал там этим, мы задружились по трелигио, он говорит, о, я знаю по трелигио. Я говорю, ну, позвони ему сейчас, передай от меня привет, но я говорю, вряд ли он меня сейчас помнит, потому что 20 с лишним лет прошло. Он ему позвонил, и говорит, ну, по-итальянски, по-итальянски, сюда-сюда, потом говорит, Хасай Алиев, доктор из Москвы, он сказал, передает вам привет, и тут сразу сказал, Хасай, с Кавказа, Москву он не заметил, понимаешь, что он делал? Значит, вот там, в этой далекой Италии, Кавказ для него был... Понимаешь, вот Кавказ, если считать, Кавказ народ, вот считать, ну, мы, и адыги, и черкесы, мы сейчас, как традиции горы, и нарты есть книга, понимаешь, есть на Кавказе у нашего народа есть своеобразный Прометей, Сосеропа, который принес огонь людям. И поэтому давность народа, я не говорю, что тогда адыги назывались, черкесы, я говорю, горец, да, горского народа. И вот такая легенда есть, что действительно Иисус Рокла так сделал, и греческий этот Прометей сделал. Но когда греческие корабли подплыли к берегам Черного моря, там сидел в национальной форме горец. Он сидел, говорит, мы не знали, говорит, что здесь народ живет. Народ живет? Какой народ? Сколько вы здесь живете? И он говорит, ну, и черкесский перевод, и русский перевод есть. Он говорит, когда, говорит, Эльбрус был на этом хонзеку. Ну, это маленький такой, как он называется, не сопка, а вот врывок, не холм, не холм, не холм, маленький хонзеку. Это вот бобры, или не бобры, а это... Ну, нора, гора такая. Ну, такой маленький бугорочек, хонзек, который как в болоте выходит. Вот таким был. Пупырышек. Да, ну, и это, говорит, и Индель, это называется, Индель, это Волга, ручеем был, с тех пор, говорит, мои предки здесь живут. Смотри. Если считать вулканическое образование Эльбруса, которое доказывается, ворцы на Кавказе жили. Ну, у нас сейчас как получается? Каждый огород, понимаешь, себя хвалит, это Кавказ. Ну, это так должно быть. Все хотят быть приобщены к чему-то, к большому. Я в Болгарии, когда был там, один парень на моих занятиях пришел, чемоданчик открыл, и журналы фотографии, журналы фотографии, журналы фотографии, великий физик, великий математик, хиньи, он мне показывает эти портреты. Я говорю, да что ты мне показываешь? А потому что мир произошел из Болгарии, он мне сказал. Да. Ну, это, кажется, все это... Вот считается, ну, Кавказ, если считать, меня иногда Дегаделя называют. Ты дурак, помешан на этих черкесских обычаях, традициях. Я говорю, черкесская история, да. Я говорю, да. Я сейчас доказываю, что кабардинская порода лошадей произошла от нашей породы лошадей, шибзуха. Мы разводили кобыл, и вот 21-22 мая будет, как раз в Италии будет конный поход, соревнования, потому что наша лошадь самая выносливая, она за день мог пройти 80 километров. А ты что? С всадником совсем. А ты что? И когда я начал доказывать, откуда происходили наши лошади, я дошел до Каира. Я дошел до Каира, и там есть прыжок мамлюка. Мамлюка, это которые? Да, мамлюки. Черкесские мамлюки, мамлюки правили, Египтом. 150 с лишним лет. Я мамлюк, историю знаю немножко, даже фильм, который был, мамлюк. Да, и прыжок мамлюка там есть. Там не похоже эта лошадь ни на английскую породу, ни на монгольскую породу, ни на другую, ни на арабскую. Она именно выносливая, с большой грудью. Меня дедушка учил, как выбирать лошадь. С его, сила своего конька, как говорится. Да, но у нас отобрали табуны, и все после революции. Ну, добровольно кто-то наши сдали, добровольно принудительно. Один из братьев не сдал, угнал, и в горах его потом пьянили, поймали его, посадили. Я понял, я понял. Ты мне потом про коня расскажешь, потому что я не очень большой охотник. Я тебе скажу, почему. Я со своим тренером Ахмедом, который меня йоги учил, карате, джиу-джитсу и так далее, мы с ним в горах шашлык жарим, и он мне рассказывает, что такое. В это время на коне прискакал мужик, прискакал, ну, слез с коня, значит, сел с нами. Я говорю, слушай, а можно я один раз попробую на коне? Он говорит, садись, садись, поезжай. Я сел на коня, а я был школьником, нет, нет, на первом курсе я тогда учился, я сел на коня, и я помню, что надо пришпорить. Я его как пришпорил, и он как понесся, а у меня узлы выскочили. И я лечу, а это же горы, да, и там сопки, и я уже лечу, лечу, иду, что делать, сейчас вот, они же там остались далеко. И конь несется, и это болтается, уздечка у него. И я вот уже примериваюсь, как лучше, если он сейчас меня выбросит из этого, чтобы голову не разбить, как лучше падать. Я примериваюсь, и потом я как-то себе взял в руки, и так вот потихоньку-потихоньку встал к его, по шее, по шее, по шее, по шее, по шее, раз, достал, и спокойно остановился, да. И оттуда, это километра полтора, наверное, оттуда я его веду коня. Веду коня, боюсь, что я сижу, веду коня. Они сидят, шашлыки едят. И я привел коня по сторонам, он говорит, а что ты пешком идешь? Он так удивился, этот мужик. Он же не знал, что я испытал там, понимаешь? Он говорит, он так удивился, вот так вот, пока что ты его... Поэтому я когда про коня я слушаю, мне это очень интересно, но я бы хотел, знаешь, тебя попросить сейчас об этом. Я сейчас понимаю, насколько важно, вот поскольку сама кровь этой истории между народами, между людьми, и каждый народ хочет быть самостийный и первопричинный всей жизни на планете. Это хорошо, хорошо. Все хотят быть к чему-то приобщенными, к чему-то большему, гордиться этим. Это хорошо. Но я вот эту книжку тебе приготовил, потому что это национальная идея России. Наша страна, в которой ты патриот, многонациональная, как ты понимаешь. Поэтому мы дружим с тобой, и ты дружишь и с русскими, и с евреями, и с цыганами, и с кем угодно, правильно? Но я хочу тебе подарить эту книжку, потому что здесь как раз-таки есть концепция, как сделать так, создавая науку человечности, а как сделать так, чтобы люди территорию хотят увеличить, к морю выйти, как Петр Первый, или хотят с культурой какой-то позволить. Как, чтобы это делать с минимальными жертвами, без насилия, без войн и кризисов? Каким образом это сделать? И вот здесь написано, и это можно было бы сделать национальной идеей России, потому что это единственная страна между Западом и Востоком, не в географическом смысле, а в ментальном, культуральном смысле. Киплин говорил, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись. А Достоевский говорил, что душа русского человека открыта всему миру. Я воспитался как советский человек, я воспитался в этой культуре, и поэтому для меня одинаково понятна психология восточных людей и психология западных людей. Я понимаю, я был и в Америке, и в Канаде, я понимаю, почему они все делят через материальные, через деньги. У них угол, так сказать, западного мышления, если ты умный, где твои деньги, угол восточного мышления, это человечность. Вот эти вот духовные ценности вечные, потому что, кстати, все религии произошли из Востока, и иудаизм, и христианство, и буддизм, и ислам. Все же с Востока, потому что Восток, как ты знаешь, тысячи лет спрессованный во времени. И мудрость говорят не западные мудрецы, а восточные мудрецы, потому что эта тысячелетняя история, она направлена на сохранение, на целесообразность, на чувство бесценности живого, на любовь, на содружество, на то, чтобы сохранить жизнь, как Толстой говорил. Нет, ценность в том, что заключается, вот смотри, человек будущего, ты говоришь, вот ты делаешь вот эту науку человечности. Я полностью поддерживаю, и это, например, с восточным менталитетом можно его сделать. И даже Адыгахадзе вот на русском привезут, и посмотришь, и посмотришь, как ты делаешь. И вот там мы определяем дело в том, что в этих религиях, которые тысячелетнюю историю, почему я взялся совместно с нашей школой, я человек будущего, определять понятие, что такое любовь, сопереживание, чувство чужой боли, сотрудничество, созидание. Смотри, вот эта наука человечности, она согласуется с тем понятием, что пророки, когда приходили, они не принесли религию. Они вот это принесли, то, о чем мы говорили. Они учения принесли. Когда Мухаммед, мир ему, пророк Мухаммед, когда вот жил в Меке, там были язычники, там были и христиане, там были и мусульмане, там были и буддисты. И когда разрешал он спор, он говорил, а что написано в вашем писании? Он не по Корану, он говорит, вы вот верующий человек. И они разделили, понимаешь, разделили. И даже вокруг Меки против часовой стрелки они идут. Никогда не ходили. Кто-то придумал, что против часовой стрелки надо идти. И сама суть вот вашей научной науки о человечности, науки о человечности, это стирает границы. Если нет границ, то людям не за что будет воевать. Ну вот в этом же все и дело. Я хочу еще раз сказать, что наука человечности сегодня нужна. Потому что судя по тем материалам, которые я смотрел, о чем говорили пророки, они говорили об этом же. Они говорили о общечеловеческих ценностях. О любви, о сотрудничестве, о сопереживании, чувстве бесценности живого и так далее. Но дух этой идеи, о чем они говорили, вылучился, вылучился. Мы пришли к такому мнению, дух, вот смотри. Когда-то первобытные жили, или страны не было, люди друг к другу ходили. И вдруг идет, раз страна отделилась, раз брат с братом отделились. Раньше жили в одном дворе по пять семей, да? Да. И сейчас я своим одноклассникам говорю, слушайте, не надо эти заборы, не надо замки. Я говорю, ну, через штакетник просматривали. У нас никогда дом не закрывался, когда был дом. Не, не, ну, это и в Москве так раньше было. Я просто удивился, в последние годы вот на Таганке там, центр у нас в большом доме находился, там на первом этаже. Со всех стран к нам приезжали. Да, фестиваль. Спокойно заходили во двор, проходили к нам в центр, там. А потом, смотрю, последние два-три года поставили там забор, поставили там сигнал, там поставили прямо тюремный. Я заявил вот этим богачам и заявляю, которые землю захватили. Я говорю, вы, ну, вам метр, два метра останется. Не, ну, это... Который этим... Ну, зачем ты огораживаешься? Я этим занимаюсь сейчас вопросом мышления, мышления Творца. У нас, к сожалению, в стране, в России, в первую очередь, не защищен в человеке Творец. У нас нет... Все права эти расплывчатые, все законы... Духовность не защищена человека. Я сейчас не оригиозный, я не говорю. Нет, душа человека, а не оригиозный. Творческое, творческое начало человека. Да. Что человек по природе Творец, вот заставь его не любить и не сможешь. Заставь его не творить и не сможешь. Это его природа, потому что в ней лежит эволюция всех предшествующих поколений, потенциал такой. И он должен это реализовывать. Если он не реализовывает, он начинает болеть, он начинает... То есть, если он не занимается по своим способностям какими-то делами, не занимается самореализацией творческой. Отсюда вся психосоматика и так далее. Вот само государство, это тирания, это карательная, которая создана, человека, вот он унижает нашу... Ну как ты можешь меня унизить? Или я тебя унизить? Ты такой же террожденный всевышний. Конечно, вот смотри, интересное дело. В Библии написано, в Библии. Решил Бог создать человека по своему образу подобенному. По сути, имеется в виду, Бога никто не видел. По сути, имеется в виду, в чём суть Бога? Созидатель, Создатель. Поэтому, по своему образу и подобию, стало быть, Бог в человеке – это творчество. То есть, Созидание. Теперь они начинают, в зависимости от уровня развития человека, он начинает комментировать этот смысл. Например, отделяет, отделяет, например. А, Бог сказал, решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Образу, по своему образу, что это означает. Потом разделяет подобию, что это означает. Потом пишет, что это разные вещи, оказывается. На самом деле, имелось в виду, по своему образу и подобию. Имелось в виду и подобию, имеется в виду усиление этого смысла. чтобы дошло лучше по своему образу и подобию. Они говорят, нет, это две разные. И начинается комментарий, начинается комментарий. И вот этим разделением сути, смысла, что человек по природе творец. Я вот вернусь к этому, что у нас законов нет защищающих творца в человеке. Имеется в виду, что у нас о меценатстве, о благотворительности, об авторских правах. Вот эти все законы такие расплывчатые. Я скажу почему. Потому что у нас почему-то очень сильно муссируется идея первого греха, первого, как называется, первородный грех человека. Очень сильно муссируется, что человек по природе, дай ему свободу, он начнет и улицу не на красный свет переходить. Он начнет ругаться, убивать. У нас есть презумпция виновности. И поэтому законы, вот я помню, я там полгода готовил, чтобы мне благотворительный фонд Москвы выдал такую бумагу. Я имел право по этой бумаге 30 миллионов рублей с любого предприятия получить за счет того, что они мне налог на прибыль, по-моему, оттуда дадут мне 30 миллионов. И моя справка перед налоговой рассчитается. Лужков такой благотворительный фонд сделал. Я не мог это получить никаких денег, потому что я приходил к директору завода. Взятку надо дать. Взятку, они мне говорили, пожалуйста, пожалуйста, давайте вашу эту квоту, или как это называется, дайте эту бумагу, это очень хорошо, но 80% нам наличными. А я говорю, слушайте, я же не умею вообще, как это, это, говорит, ваши проблемы, мы вам дадим, говорит, 30 миллионов, допустим, вы дайте 80% наличными нам назад. Я говорю, слушайте, ну меня же, я же законопослушный человек, меня же завтра посадят, я же пошутил, я же говорю, не строительная организация, чтобы их куда-то закопать, как я буду отчитываться вообще? Само государство заставляло людей заниматься этим. Понимаешь, хотя я тебе говорю про законы, законы, которые у нас, они не совершенствованы, вот я право человека и гражданина, основной мой проект, это, да, мой проект рождения человека, право эмбриона на жизнь у меня есть, и право с общего на упаковку. Но у нас, почему несовершенствованы, если ты будешь человек, будешь его науке человечности создавать, нужны два закона, два закона, которые нужны в России, я не беру... Я просто хочу сказать, поэтому, поскольку творец человек и не защищен, все мозги, как говорят, утекают за границу. Не, подожди. Да, потому что он здесь не может творить, он не может... И за границей у них нет, нет закона о статусе человека. Вот статус гражданина человека, вроде в Конституции, признаете вам, нет закона о статусе гражданина. Чем, вот есть, например, я, например, на работу нанимаюсь, да, трудовой договор заключай. А почему я правовой договор не должен заключать, где написано, что он столько заплатит, что мои обязанности и так, это не прописывается. И у нас нету... Почему мы не можем... Вот мы прыгаем, да? Я не понял, вот ты говоришь, что трудовой договор заключают, а правовой не заключают. Да. В чем разница? Разница в том, что ты защищенный остаешься, если правовой ты заключаешь, если он твои права нарушил, зарплату не заплатил, или это... Это в законе написано, но договор только трудовое соглашение или устное соглашение. А такого закона нету о статусе. Если я с тобой заключил соглашение, я должен исполнять, и ты должен исполнять. То есть, если кто закон этот нарушит, может даже... Да, ну, определенные правовые последствия она дает, правовые обязанности эти. И нанимая тебя на работу, человек, он подумает, нанимать его вот по таким условиям или по таким. Даже инвалиды, которые обслуживают собес, они умудряются у них украсть деньги, понимаете? Потому что правовод, да, человек не защищен. И у нас, вот я, меня считают, что я правовед, да, я законы знаю. Я сам говорю, что я не знаю, потому что все законы трактуются, как власть хочет. И закон нужен о правовом образовании человека. Если человек знать будет свои права... Право, право, да? Да. И у меня все это, бумага, приобретая все больше и больше значение, когда ты начинаешь объяснять, кто ты... Ну, человечность, человечность, наука, а человечность должна сопровождать правовым полем, Хасай. Правовым. Потому что без законов эту человечность тебе не дадут создать. Это, вот, например, вот эту организацию, да, АЛЛАТРА. ТВ, да? Не говори мне про это. Нет, вот смотри, смотри. Его признали в некоторых странах как экстремистское типа движение, да? Я не знаю, я не хочу о них слышать, потому что они там показывают оккультные вещи, всякие. Нет, оккультные меня не касаются. Меня касается один проект. Один проект создания сообщества. Вот это меня касается. А то, что... Я не знаю, я думаю, знаешь, на двух стульях сидеть нельзя. Нет, смотри. Ты благородный человек и занимаешься честно своей работой, чтобы подписчиков увеличить, начать им фокусы впаривать. Здесь подписчики, смотри. У меня телевидение, да, телевидение своеобразное. У меня 30 передач. Вот некоторые не хотят тебя слушать. Он говорит, он там, что там, он психолог, мозги наши парень. Нет, ну это понятное дело, укажу. Некоторые, я инвалидов защищаю, некоторые это не хотят. Я в тюрьмах, которые сидят, пока человек не попадет туда, он не смотрит. Некоторые атеисты не смотрят в Божий суд. Они говорят, что, а зачем? А когда кто-то умирает, когда у него беда случается, он, мой отец, мула был, ну, имам. Мой отец, они приходили, они пили, ели там всю жизнь, туда-сюда. А когда кто-то умирает, они прибегали и не менялись. И отец говорил, обязательно у человека должно быть горы, чтобы он пришел, осознал, зачем это так, понимаешь? Человеческая натура вот сама по себе. Вот ты мне ответь на вопрос, вот извини, да? Ответь на вопрос. Допустим, ты книгоиздатель. Ну. Или, допустим, ты телевизионная программа, ну, какая-то. Да. И вот у тебя совершенно честное отношение к людям, ты хочешь с добром, ты работаешь, но тебе нужно увеличить количество продаж твоих книг, допустим. Ты же не будешь там какую-то опечатать продукцию, которая ради увеличения продаж или увеличения подписчиков на канал телевизионный, впаривать им еще с другой стороны, прямо противоположно, чем то, что ты видел. Я тебе отвечу так. Я был в студии, я видел. Нет, не будем их обсуждать. Нет, я вообще на телевидении, на других каналах был, я тебе говорю. Вот я сижу, да, я подписчиков убрал в Ютубе, у себя. Да. В свое время убрал, сейчас рекомендую, давай подписчиков, давай все это делать. Есть реклама этого продукции, да, которая, если ты ради одной, основной, моя работа, ну, у меня еще заработок есть. Когда я журналистские расследования делал, этим я зарабатываю. Но, когда я один зарабатываю, это одно. А когда коллектив появляется, коллектив, всякий человек разный, он может умудриться так заработать, да. Вот у меня берут, например, вот удостоверение, там, эти, сами бывают зарабатывая деньги, без моего ведома, там, обман идет. А потом приходят ко мне люди и говорят, послушай, говорит, Сулейман, вот этот человек так сделал, он от тебя представился. Да. Я говорю, да, но полномочия я его дал, если он сделал, я его полномочия лишу, потому что я не ради этого ему дал, чтобы он меня обманывал, не то, чтобы тебя обманывал. Ну, понятно, да. И поэтому два человека в натуре, вот науку человечности очень тяжело будет создать со стороны психологии, ты сам прекрасно знаешь. А со стороны противостояния государства, которому не нужен статус гражданина и статус человека. Ему нужно, ему нужно унизить, если он не унизит, он не будет владеть дворцами. Ну, это, это сейчас так, может быть, завтра будет по-другому, может быть, завтра потребность в этом появится, чтобы все было светало. Ну, мне говорят, что к утопе идешь, Томас Мор была, помнишь? Я не знаю, я абсолютно уверен, что добро победит зло, просто время, время, одной жизни человека, может быть, не хватает на эту эволюцию, развитие человечества. Да, и всего общества, потому что, поэтому я впереди, научно-технический прогресс идет, поэтому религии, которые тысячи лет, тысячи лет, да, ну, сегодня уже религии видно, что не спасли человека, они перессорились и так далее. Сегодня нужна наука, потому что наука, она не зависит от того, кто ты, какой расы, какие у тебя вкусы. Наука есть наука, как 2G24, чтобы это и в школе преподавали, как физкультура. Поэтому мы все, если вместе начинаем определять понятия, по существу об этом и говорили пророки, но потом, потому как это тысячи лет назад было, Последний пророк у нас был 500 лет назад, да, Мухаммед, мир ему, да, 500 лет назад. Но уже пора освежить. Ну, 500 лет это не 500 дней, это не 500 часов, это полтысячи лет. Да, надо задуматься, но пора уже по-новому это сказать, тот же самый смысл, я просто понял, что они говорили, в том числе и из твоих передач. Я понял, о чем говорили эти пророки. Они говорили именно о любви, о сотрудничестве, вот как раз о том, что мир нужен. Об этом же говорит и Будда, Будда говорил, нирвана для чего, для того, чтобы страсти убрать, агрессию убрать, выйти на гармонию. И Далай-Лама все время говорит о дружелюбии, миролюбии, миротворчестве. И они об этом говорили, и они все об этом говорили разными словами. Когда Моисей говорил око за око, зуб за зуб, он имел в виду, если все это примут, не найдется того, кто первый это сделает. А не в том смысле, если это дали, обязательно ответь. Это же просто неправильная интерпретация. Они все, и иудеи, и буддисты, и мусульмане, и христиане, все говорят об одном и том же. И Христос говорил, царство Божие внутри вас есть. Ну не слышишь же? В душе. В душе имеется в виду. Они потом на том свете. Они буквально, некоторые люди буквально понимают. Некоторым людям скажешь какую-то философскую мысль, он это буквально понимает. Он на самом деле думает, что есть переселение души. Вот душа берет вот так вот и летает там где-то. Потом другое тело сойдет. Вот сейчас будет после смерти, что человек, вот они готовят. Я сказал со стороны правового поля, я что-то могу сказать, а я говорю, не хочу думать и рассуждать о переселении душ. Потому что... Это же ужас какой-то, что за бракобесие. Да, и вот смотри. Вот саму суть мы понимаем. Но у нас вот интернет сейчас, который появился, забит грязью. Понимаешь? Это понятно. Да. Они, я уже больше их называть не собираюсь, яркий пример. Как с одной стороны парадного входа. Они говорят о хороших вещах. А с другой стороны, они такое впихивают в людей. Вот эта грязь, которая... Я же по существу только этим и занимаюсь. Всякие фокусы показывают и говорят о необыкновенных явлениях человека. А молодежь же, она вот эти увидит, эти фокусы, они думают, что это на самом деле так есть. Нет, понимаешь? Не гнушаются вот этим. Это же грех большой. Если ты хочешь, ты мне задал вот вопрос. Если ты хочешь, если я захочу, да. Я какую-то чушь выкину, да. И люди эту чушь смотрят. Но со мной, вот Хасая передача, люди меньше смотрят, чем смотрят какую-то реальность. Это же не значит, вот это и есть, идти на поводу. Нет. Это значит, что мы должны побольше этих программ выпускать и забивать их. Правильно. Хороших программ побольше. Да, хороших. Правильно, правильно. И более понятно объяснять, о какой человечности мы говорим. И более понятно, вот, чтобы ты объяснил, пожалуйста, что такое права человека, как гражданина. Ты бы объяснил это, как следует, в следующий раз мы встретимся, я надеюсь, здесь же объяснишь, о чём речь идёт. Вот, и вот тогда вы, чем больше народ проясняется в голове... Шоу, которое делает телевидение, вот смотри, шоу, которое делает, даже центральное телевидение, я всегда им говорю, перестаньте людей обманывать. Промими эфирами, там, этими... Слушай, они этой битвы экстрасенсов столько народа перепортили, столько народа перепортили. Вот смотри, я приезжаю на НТВ, тогда я выпустил, они ко мне приезжают, передачу про меня сделали, и всё наоборот. Всё наоборот, не то, что я говорил. Ну, я мошенником обозвали там, я потом выпустил НТВАРИ, передачу. Специальный корреспондент, я приехал, я тебе скажу. Там я помирил людей, которые в ссоре человека посадили, там попытка изнасилования была, я помирил. И когда они, и они там такое создали, что они там чуть подрались, понимаешь, такое создали. И я тебе скажу, они снимают на каком-то заброшенном заводе, да, хлопальщики, которым 500 рублей платят, да, которые хлопают, которые сидят. Они с газетами заходили. Чего они с газетами заходят? Потому что грязь, понимаешь? Вот ступеньки стоят и грязными ногами. И ты показываешь всё это, цвет всё убираешь, монтаж делаешь, и ты показываешь, обманываешь людей. Но люди не понимают, что они обманываются. Вот в чём дело. Да в том-то и дело. Я думаю, вот, я думаю, не за какие деньги, почему вот меня лично уважают. Потому что я никогда, сколько мне не говорили, друзья, там, знакомые, родственники, то ты бы же мог зарабатывать. У тебя уникальный контент. Ты же мог бы зарабатывать. Сделай вот такие шаги, и ты будешь зарабатывать. Мне тоже говорят. Но при этом говорили, да, не раскрывай всю правду по методике, давай её частями, чтобы человек не понял до конца, чтобы он за тебя тащился, за тобой. Это манипуляция. Конечно. Клянусь тебе, никогда в жизни я никогда не поддался. А зачем, зачем? Я не поддался. Я тебе хочу сказать, а они почему так делают? Я не называю сейчас, кто и что, допустим, центральное телевидение, допустим, там, это телевидение. Они поддаются. Почему они поддаются? Они же ведь тоже домой приходят, наверное. Или они идиоты, или они продажные, или они больные вообще. Я не понимаю, но у них же это совесть. Не больной этот человек, который Совкомбанк демонстрирует. Совкомбанк. Что это? Банки, банки вот эти рекламируют, что берите деньги, почта, банк. Понимаешь? Вот одна минута рекламы выпустить, они же по 2-3 секунды, по 5 секунд выпускают, стоит 50 тысяч евро. На Канаде. Они за счёт этого существуют. Понимаешь? Ну, короче, я, знаешь, Сульман, я тебе скажу, чем больше я на эту тему думаю, тем больше я начинаю проникаться мыслью, что вся проблема в том, что человек состоит не только из души, как говорится, но ещё и из тела. Вот послушай. А тело требует питания, тело требует подушки тёплой. И поэтому даже этот человек, слушай, я знаю, что... с нами идёт отмывание денег. Сама суть... Ну, деньги для чего нужны? Чтобы человек жить мог? Живаться, послушайте. И жить мог. Ну, никто... Беру Сбербанк, беру Сбербанк, знаменитый, который вклад в Сбербанк, книжки у нас были, в советское время у нас было. Как работает Сбербанк? На примере Сбербанка работает все. Как работает Сбербанк? Сбербанку нужно обналичить деньги. Чтобы обналичить деньги, ему нужно закрыть, оттуда-то вытащить, преступление совершить. Он берёт тебя. Ты хороший человек. Бери деньги. Вот давай 50 тысяч ты возьми, 100 тысяч ты возьми. Он даёт тебе деньги. Ты радуешься. Вон, он мне кредит дал. Я что-то куплю, что-то... Товарный кредит или что-то куплю. И человек на это подписывается. Ну, понятно. А он, Сбербанк, через тебя обналичивает деньги с процентами. Он тебя в преступную группу включает. Это мой телефон или твой телефон? Сейчас я... Отключу, отключи. Ничего, ничего. А, нет, это твой... Да, Роман. Да, привет, дорогой. Я тебя хочу познакомить с моим другом Сулейманом. Ты можешь... Вот, вот Сулейман, видишь? Он как раз руководитель канала Право ТВ. Право ТВ? Право ТВ. Привет, коллега. Привет, привет. А я у него там медицинную психологию веду в этом канале. Секундочку, сейчас я наушничек надену. Слушай, а можно я... Можно я всем скажу, что ты мне позвонил, и мы с тобой договариваемся о следующем видео? Смотри, я тебя... Да, потому что там ждут тебя в нашей школе, когда мы следующую встречу сделаем. Роман. Роман. Ты меня слышишь? Нет, отключилось. Отключилось что-то. Роман. Оставь его. Да, нет, там что-то такое. Сейчас, подожди. Я доскажу, чтобы зрителям... Да, доскажи, доскажи. И вот, получается как? Через год, когда тебе дали деньги, через год, эти деньги сто тысяч, до миллион, может быть, эти деньги, они списывают на тебя. И они специально протолкнули коллекторов, и коллекторы выбивают с тебя деньги. Смотри. Я судился с ними, я сказал так. Я судился за полторы тысячи. Тысячи сто вообще. И сто тысяч. Сейчас, извини, да, но просто не могу. Мы там... Сейчас. Да. Я здесь. Вот теперь я слышу хорошо. Ты побрился, что ли? Ну, я, в общем, да, периодически это делаю, да. А Сулейман у нас с бородой. Сулейман у нас с бородой. Слушай... Сулейман уполагается. Да. Роман, скажи, пожалуйста... Скажи, пожалуйста, когда мы с тобой можем запись сделать? Когда мы можем сделать запись? Тебе же удобнее вечерами, практически ночами, да? Ну, ночами, но если хочешь, я ночью буду сидеть до утра и в 10, в 11 утром я еще не ложусь и я в это время могу, если тебе это удобно. Так, давай мы попробуем это сделать в четверг вечером. У меня просто индивидуальное занятие с 12 до 6. Я доберусь до какого-нибудь нормального места и часов в 7-8 буду бы готов. Как тебе нравится? Да, отлично, отлично, отлично. В четверг. Я понял, Роман. Хорошо. Роман, вот там будут тебя все поприветствуют, когда эту запись нас с Сулейманом увидят. Понятно, да. И вот видишь, я тебя показываю Роман Газенко теперь без бороды. Время от времени он без бороды, да. Да, тебя там все ждут, так что очень им интересно было, когда и про Пушкина, и про вот гений парадоксов друг, и случаи. Это очень интересно. Я после этого сделал видео. Я тебе послал это видео, где я сказал, что мы с тобой про это говорили. Да, да. Да. Так что тебя все ждут. Давай, я тебя обнимаю. Случай бог-изобретатель, да. Мы можем продолжить опять же про Пушкина. Я распакую совершенно другой смысл песни о вещах Малегия, от которого все придут в шок. Отлично. 200 лет никто не удосужился Пушкина прочитать. Я думаю, что это было послание на вырост. И даст Всевышний, чтобы мы его поняли правильно. Я понял. Спасибо вам, друзья, коллеги, соратники. Давай, да. Добрый вечер. До встречи. Спасибо, Роман. До встречи. До встречи. Рад заочному знакомству. Привет. Привет. До встречи. Спасибо, Роман. Хорошо. И вот что получается. Я когда судился, я им сказал, привезите мне выписку из баланса, где эти полторы тысячи с чем-то. Ну, ты догадливый, а? Нет, я не догадливый. Ну, ты же как, каждый человек же не может так догадывать. Смотри, смотри, дальше расскажем. Я вообще не понял. И всем рассказываю, которые столкнутся, через год вы проверяйте свой кредит. У вас кредита не будет через год. Да. Объясни всем, что все знали. Объясни, объясни. Из Центробанка справку, что это зарегистрировано как в долг Центробанка. Вот смотри, он выдает кредиты, 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 если каждый долг будет регистрироваться, то он в минус пойдет. Банк. У него лицензию отберут. Понимаешь? И когда я сказал, что отложите, давайте эти две справки, парень убежал, и вдвоем с девушкой они пришли. И какую-то справку принесли, что это на балансе, вот это это. Судья говорит, ознакомитесь. Да, ознакомлюсь. Я ознакомился и сказал, это туфта, говорю, от две Центробанка мы сегодня не можем получить. Я говорю, уважаемый суд, они дурят. И меня, и вас. Как дурят. Они давно уже списали эти деньги. Эти деньги не числятся, говорю, за банком. Они левый счет открыли. Так людям кредиты не обратили. Левый, левый, левый этот, взяли на левом счету. Это левый счет, это не баланс, не выписка из баланса. Они хотят подоить корову, которую уже продали, говорю. Судья говорит, а вы что списали? А мы такие мелкие списываем, говорит. Но он вам правильно говорит, говорит, почему вы хотите получить то, что вам не принадлежит уже. Слушай, ты вот людям скажи, которые этого не знают. Я вот, например, не знаю этих вещей, вообще не знаю. Если через год, начали, через 5-10 лет даже идут коллекторы, мне когда звонят коллекторы, я говорю, пожалуйста, вы где находитесь, я вам деньги привезу, не буду перечислять, привезу. Мне говорят, мы в Челябинске находимся. Я говорю, в Челябинске они поедут, но в Москве, где привезу. И они звонят в субботу, воскресенье и после 7 часов. Почему? Потому что ты можешь позвонить в банк и спросить, вы отдали или нет. Слушай, я все-таки запутался уже, я вот этим не разбираюсь, я хочу клубочек распутать, чтобы все тоже знали, о чем речь идет. Нет. Вот кредит тебе дает, ты проценты платишь. Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, не имеет значения. Ты проценты платишь, платишь, платишь. Ну, да, ты взял кредит тысячу рублей. А потом ему нужно через год эти деньги себе в карман положить. Он уводит эти деньги, чтобы обналичить на другой счет. Не тот счет, которым ты владел, а коллекторский счет. Или по безопасности. Он уводит туда, и он себе в карман это ложит. Это в банк не поступает. Прибыль банка уже не поступает. Нет, ну это незаконные действия в банке. Это преступление. Это финансовое преступление. Это государство не знает? Мошенничество. Знает. Государство это выгодно держать в банке. Он дает ему кредит, через человека обналичивает, потому что он не может сам снять эти деньги, он не может себе в карман. Ты мне просто скажи. Почему банки богатые? Да. Почему? Почему они богатые? Да. Потому что у него зарплата. Не позволяет, чтобы ему особняки строить или купить. Он с помощью населения, отдавая русский стандарт, например, не имеет офиса. Он создан в Кипре. Да. Понимаешь? Да. Головного офиса нету, я с этим столкнулся. Так. Хоум кредит. Он кочует, у него головного офиса нету. Единственный вот греф есть, который есть у них офис. Ну, они греф тоже так делают, да? Конечно. Это главный, самый главный, который эту схему разработал. То есть, если я пошел, взял кредит. Да. Допустим, тысячу рублей взял на год, да? Да. То через год что они делают? Они с тебя проценты берут, берут, через год списывают и обналичивают на другом счету. Ты им отдаешь деньги, они себе в карман вложат. А как будто бы ты перечисляешь им. А я от этого страдаю? Конечно, страдаешь. Ты в преступное сообщество входишь. Ты страдаешь, потому что они проценты на процентах начисляют. Да. Это тоже финансовая афера. Понимаешь? Ты страдаешь от этого, что у тебя... Я понял, знаешь, что, Сулейма, есть вопросы, которые невозможно решить в обычном состоянии. Поэтому у меня вот книга, я тебе хочу подарить. Она лежит, лежит, ждет, когда я тебе ее подарю. И тут написано, заставь стресс работать на тебя. Вот. Заставь стресс работать на тебя. Я тебе сейчас ее... Как раз дочке отдам. Дочке тоже. Вопрос заключается в том, что в каких-то кризисных ситуациях человек может перепрыгнуть такой высокий забор, который в обычном состоянии не может перепрыгнуть. Это прекрасно. Вот эти вопросы, о которых ты говоришь. Как же нам жить? Если банковская система такая, если то, сё, если наш руководство такое, что только не о человеке думает и так далее. Как эту задачу решить? Я думаю, надо энергию стрессового. Заставь стресс работать на тебя. Взять вот эту, взять. И с помощью метода ключа поставить перед собой вот эти вопросы. и стресс-трамплины. Идея должна быть. В советское время тоже воровали. Но давали людям жить. Санаторий гнали, там зарплату давали. Не дай бог, ты декретный не получишь или что-то. Такого не было. Чтобы человека унижать... Ну, тоже понятно, почему это происходит. Я просто никогда бы о них не говорил. Я думаю, что и в данный момент люди и так понимают. В советское время у Рубских меднооборчительных комбинатов ежегодно три тонны золота скрывал. Золото партии. Скрывал. Понимаешь? Медь они добывали, а мед идет с рудой. Понимаешь? С золотом идет. Без золота мед не идет. Понимаешь? Они воровали. Они воровали партийные износы, четыре копеи, комсомольские. Они тоже воровали. Как у нас учитель сказал, мы мел или тряпку воруем в школе. Когда он объяснял, как бутылки списываются, как завсклад воруют, усушка. Они воровали. Но такого наглого вот сейчас воровства... Я понимаю. У нас, когда мусор в Махачкале появился на улицах, все говорили против мусора, против мусора. А я говорю, неужели вы не понимаете, что это следствие совершенно другого процесса? О чем надо говорить? Мы дошли... Первопричина совсем другого. Все эти безобразия первопричины совсем другого. Что руководят нами люди, в которых уже нет человечности. И поэтому они, когда законы создают, и когда у них нету чувства ответственности за последствия своих деяний. Вот мы пойдем, Путина пригласим на эфир и скажем. Мы наука человечности. Да. Давай. Ты человек? Да. Или ты кто? Обсудим. Потому что, Хасай, что получается? Дошло до того времени, до того времени, уже дошло до того, что власть так деградировалась, я не ругаю их, пускай президентом будет. Смотри, они даже нас не замечают. Вот Ставропольский край, все правительство ушло на воровстве, на мошенничестве. Я тебе скажу, Сулейман, когда нарушаются законы, это закон кибернетики, закон управления, да, кибернетика, там обязательно нужна обратная связь. Если между руководящим звеном и исполняющим, между народом и правительством нет обратной связи, это очевидно нарушение закона кибернетики, который любой управленец должен знать, что это всегда происходит к саморазрушению системы. Но это автомат, это закон природы. Хасай, они преднамеренно идут к катастрофе, не замечая, да, не замечая, они уже не то, что нас обманывают, они сами себе врать начали. Вот мой, вот смотри, дедушка мой говорил, другого коня сядем. Давай сядем, смотри, мой дедушка говорил такие истинные слова. Синок, не главное, что ты врешь, а главное, что ты вранье веришь. Ты сам себе начал верить, поэтому наука о человечности, она нужна, начиная от президента, заканчивая это должно быть разработано, это должно быть в системе подготовки и подбора кадров, начиная от таксиста до министра. Да. Ну, конечно, как раньше, вот в анкете писали, стресс-истойчивость при приеме на работу. Там должна быть и эта графа тоже, чтобы, это в школе надо учить вместо того, чтобы пудрить людей экстрасенсами по телевидению и так далее, всякими каналами, чтобы больше зрителей было и подписчиков было. Вот это надо, чтобы сейчас... Ну, куда ты вот артист, да, знаменитый, да? Да. Ну, куда? Что тебе не хватает? Почему ты идешь рекламировать? Можешь. Слушай, я знаю, вот я сейчас скажу очень важную вещь. Вот сидит у меня мой друг, гость Сулейман Шабзухов. Очень глубоким вопросом занимается, как раз это, чтобы обеспечить людям право, право быть гражданином. Это очень серьезно, но это, это сверх того, да, это очень серьезно. И поэтому мы вот не случайно говорим о науке человечности, потому что тысячи лет назад о человечности говорили пророки, в конце концов смысл этой сути, дух этой идеи был вылущен, превратились в традиции, в буквы, суть идеи пропала. Ну, прошло полтысячи лет с последнего пророка Мухаммеда, мир ему. Полтысячи лет прошло, друзья, но может цивилизация, в конце концов, уважать себя должны. Впереди всего всегда идет наука. Научно-технический прогресс, потому что это очищенное, очищенное зерно знания, наука. Поэтому наряду с религиозными, с религиозными потугами, помирить людей и так далее, старыми, старыми потугами, то уже пора современным языком сказать людям, создать этот общий единый язык. Мы уже выделили в строчку все эти главные человеческие качества. Любовь, сопереживание, чувство более другого, это созидание, это сотворчество, счастье быть собой. Мы же выделили в строчку, теперь будем определять. И самое интересное то, что совместная деятельность по определению этих понятий, она является генератором. уже автоматически является генератором утверждения, что человек, человечность ему нужна, и что именно без этой человечности вот о чем мы говорили, разваливается. Вот почему банки такие циничные, вот почему руководство такое циничное. В конечном счете мы придем к тому, что человечность это ответственность за свои поступки. А для этого мы и должны об этом говорить. Не просто там религиозными канонами. Знаем мы эту историю, но не помогло это человечеству. Кризисы и войны продолжаются, пандемия есть. Наука человечности, чтобы даже изобретатель, изобретая очередную какую-то вещь, понимал, последствия могут быть такие. Раньше же не понимали до конца и не задумывались. Хотели Америку водородной бомбой взорвать, сам Сахаров хотел. Не понимали. А потом, когда поняли, оказывается, теперь он стал потом таким правозащитником Сахаров. Прекрасный человек. Вот это наше невежество в некоторых вещах. Сегодня мы невеже в области человечности, потому что эти параметры отданы религии. А религии тысячи лет. Поэтому надо новый язык. Вот самое главное, что такое человек отдан религии. Вы понимаете, что в делу? Хасай, я скажу, пора менять. Пора меняться человеку. Мы идем катастрофе. Мы уничтожаем на чем живем. Землю свою уничтожаем. Мы уничтожаем то, что нам не дано. Не имеем на это никакого права. Мы не имеем права. я так сейчас Сулейман со мной рядом сидит. Я вам все желаю давайте соединяйтесь в науку человечности. Вот эти вот смотрите наши ролики. Сейчас я тебя попрошу, ты можешь хоть кусок какой-то отсюда в своем право тоже выставить. Ну выставим, да, сделаем передачу. Да, да, да. Тут очень много было тонких моментов. попрошаемся, чтобы не мучить людей. было очень много тонких моментов, но как говорится имеющие уши да услышат. Да, да услышат. Это очень важно. Я хочу зрителям сказать, что мы продолжим и продолжим беседу, мы будем уничтожать. У тебя там, по-моему, есть еще какая-то рубрика про героев отечественной войны. Да. Потом у тебя есть рубрика про землю, да, вот как-то там сельсовет у тебя. у меня 30 передач. 30, да, 30, Друзья, я вас всех обнимаю, мы вас всех уважаем, как говорится, обожаем, давайте, до встречи. До встречи. Спасибо тебе. А вот специально поставили, потому что мы любим творчество, любим искусство, мы вообще любим жизнь, как говорил Тостой. Всех благ. Смысл жизни человека в продолжении жизни на земле. Всех благ я хочу всем пожелать и здоровья. Спасибо, Солюба. Спасибо. И Наташе спасибо, который нам попал. Ну, помакай ручкой, чтобы видели тебя. Ну, помакай ручкой. Ну, все же хотят, кто нам помогал. Наташа, давай. Спасибо тебе. Ну, давай. Ну, тогда выключай. До встречи, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова